Сегодня мы представляем работу, которая посвящена 100-летию создания вооруженных сил государства Алаш и посредственно правительства Алаш-Рды. Как всем известно, в 1918 году была сформирована группа вооруженных формирований, которая со следующим составила ядро армии нового государства, которое называлось национальная территориальная автономия Алаш. Я хотел представить на суд общественности небольшой сборник в виде архивных источников, которые были взяты, многие из них малоизвестны или практически не изданы, из Томского архива Российской Федерации, это государственный архив. Данный сборник вышел в таком виде, формате, мы его издаем совместно с Ассоциацией вузов Казахстана, с Акционером Мошенка, с контентом, непосредственно Индейш Казахстан. И мы очень благодарны этой организации, также совместно с Военно-историческим музеем сегодня представим на суд общественности не только презентацию данного сборника, но еще и передадим оригинал этих архивных документов. Я думаю, что общественности, прежде всего профессионально, историкам, политологам, студентам, магистрантам, будут достаточно интересны. Это новые архивные данные, они не получали еще в научной прессе большую огласку. Избранно некоторые из документов выходили, сборник «Алаш Козвалцы» в 2006 году, вернее, в 2005 году. Недавно вышла книга очень известного историка-политолога Берека Абдугалиула, в честь документов и там фиксируется. Данный сборник уникален как раз тем, что здесь есть, кроме этого, еще ряд неизданных материалов, и самое главное, они издаются в архивных оттисках, в оригинале, без всяких искажений, изменений. Есть определенные комментарии. Я, в принципе, считаю, что автономия «Алаш» имела все признаки государственности. Это было связано с нестандартной политической ситуацией, со сложностью политической обстановки, которая сложилась после распада Российской империи, когда либеральные силы по всей Российской империи в лице национальных элит начали борьбу на локальном региональном уровне за национальные права, за оригинальные правосубъектные отношения. Поэтому «Алаш» был в конве этих событий, практически он даже был лидером этих событий, потому что надо признать, что появление государства «Алаш», правительства «Алаш» стало в достаточной мере неожиданным для национальных элит российских и политических, потому что это вызвало волну негодования, возмущения, потому что все же казахам в то время, в целом российские элиты, несмотря на ее в целом прогрессивный демократический характер, относились как к отсталому региону, региону, которая не способна иметь свою государственность. Однако появление «Алаш» и профессиональные позиции предопределили совсем другое отношение. Практически, я думаю, что современный Казахстан сегодня можно как-то давать, как государство светское, которое истоки берет именно движение «Алаш», государственность «Алаш». Я думаю, что данное событие нужно отметить на национальном уровне, не может быть. Хорошо. События столетней давности, да, отражены в эти годы? Естественно, здесь в данном случае отражены прежде всего события 1918 года, потому что это касается военной переписки, корреспонденции руководителей «Алаш», непосредственно руководителей, которые отвечали за формирование вооруженных сил, потому что в чем особенность этих переписок? Потому что они идут с резолюциями, с пометками авторскими. Основная проблема заключалась в том, что «Алаш» объявил себя государственностью. Она отчетливо ощущала недостаток финансов, отсутствие материально-технической базы для формирования вооруженных сил. И более того, она прекрасно понимала, что появление новой государственности может быть встречено недружелюбно российскими политическими элитами. Собственно, так и произошло. Поэтому в действиях лидеров «Алаш», руководителей, тех лиц, которые занимались формированием вооруженных сил, и с некой осторожностью, поэтому они обращались к сибирскому временному правительству, в последующем обращались к ОМУЧ и другим политическим формированиям, которые как парад суверенитетов формировались в больше десятка государственности, в волне распада и вот этого двоевластия так называемого. Еще нельзя забывать, что основную силу, противоборствующую против всех либеральных демократических сил, представляли крайне левые силы в лице эсеров и, прежде всего, в лице социалистов-большевиков. Поэтому нужно было учитывать сложность политической обстановки, нужно было сплочение рядов, и поэтому создание вооруженных сил «Алаш» в какой-то мере было поддержано определенной части российских политических элит, потому что она сама, прежде всего, была подвержена разрозненности, не хватало мобилизации, не хватало организационной культуры. Но надо признать, что в целом российская политическая элита не была готова к тому политическому хаосу, который наступил после февральского буржуазного революции, потому что революция состоялась, но нужно было удержать завоевание революции. И, собственно говоря, неоднозначна ведь сегодня оценка октябрьских субъясий. Одни историки считают его по-прежнему революцией, не без оснований, кстати. Другие считают контрреволюционным переворотом, что также имеет большую почву для таких суждений. Поэтому нужно понимать, что это был период большого противоборства, практически безгласия, особенно в национальных окраинах, регионах. И поэтому создание государства, аж было это одновременно не только поддержать идею национального государства, но еще и сохранить в обществе стабильность, наладить хоть какой-то порядок, потому что проблемы руководства, они всегда стояли в любое время, особенно в транзитную эпоху, тем более в революционную, чтобы не было хаоса. Поэтому здесь отражены как раз трагические документы, которые показывают весь драматизм, всю сложность создания вооруженных сил. Я думаю, что очень интересный сборник. Он не претендует на какое-то фундаментальное исследование. Задача была только включить научный оборот, именно оригиналы, дать определенные комментарии, а дальше уже это кухня историков, специалистов, судить, делать выводы по этому периоду. История всегда опирается на факты, а это архивные источники, факты крайне серьезные. Именно на них и строится любое исследование. Спасибо.